Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас два гостя, два профессора, чему я, конечно, очень рад. Это Ирина Данииловна Плотко, профессор, доктор психологии. Добрый день. Ивля Евгеньевич Никифоров, профессор, академик, хабилитированный доктор, ну и совладелец Балтийской международной академии. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот интересно, я тоже посмотрел результаты набора осеннего, ну или нового учебного года. Во-первых, я думаю, что все рады, что хотя бы, ну частично, кто-то полностью возобновилось очень на обучение, уж очень долго мы были в этом режиме пандемии. Так вот, результаты показали такой, ну, в какой-то степени парадокс, что вот факультет психологии по набору студентов опередил, и это не только вот ваш вуз, это и Латвийский университет, опередил, ну, не знаю, царицу вообще последнего десятилетия, ее фак, и это такая, это общая тенденция. Сейчас мы об этом, конечно, поговорим, подведем вообще итоги осеннего набора, и, может быть, поговорим действительно об особенностях учебного процесса в вузах и в свете всех изменений, которые были тут законодательства, насколько мы успеем, обсудим, и, конечно, в свете вот этой пандемии, которая, конечно, свои коррективы ввела. Ну, вот, может быть, начнем действительно с этого, с такого интересного результата. Почему такая популярность факультета психологии? Психологи обязательно должны это знать. Со всех точек зрения, Ирина Даниловна, вот вы как-то себе это объясняете? Ну, я хочу сказать, что, спасибо за вопрос, я хочу сказать, что последние два года направление психологии набирает около 70-80 студентов. Это в вашем вузе вы имеете? Да, в моем вузе, да, в нашем вузе. Хотя тенденция существует и для Дейвдаугабилдского университета, и латвийский, и Страдани университет, у них тоже большие наборы, но все-таки мы единственный частный вуз, который реализует программу психологии, именно в частном вузе, как в Риге, так и в филиалах. И я так полагаю, что нужно провести, конечно, исследование, почему в этом году такие большие наборы. Но здесь объективный фактор – это ситуация неопределенности в обществе, конечно, стресс, социальная изоляция, которая приводит к чувству беспомощности и одиночества людей, а также, наверное, активизирует людей принимать решения стать психологами. Это их личный еще, может быть, интерес, который был и до ковида. Но я думаю, что хорошее качество программы подготовки в нашем вузе. Да, но это несомненно. Есть еще один момент, мы каждый день слышим в новостях, что проведено такое исследование по тому, как чувствуют себя представители, не знаю, тех или иных возрастных групп или профессиональных групп, и всюду говорят о том, что вот особенно вчера было очередное исследование, что вот медики, они вот на грани выгорания, стресс, они знают, что делать, там все уже подключились, и они говорят, что доплата – это, конечно, хорошо медикам, но если уже больше нет вот таких моральных сил, работать, то уже никакая зарплата не помогает. И, может быть, действительно это говорит о том, что психология, наверное, как специальность, она будет востребована, ведь мы же понимаем, что когда люди идут и готовы даже платить за обучение, они, наверное, думают не только о том, что вот они потом будут как с дипломом домохозяйки, да, я так утрил, но они будут и специалистами, которые будут востребованы на рынке, не так ли? Вы совершенно правильно говорите, что роль психологической поддержки должна быть на разных уровнях. Несомненно, больным, разным группам населения и медиков, потому что медики работают напряженно в сложившейся ситуации. И, кстати, я вот немножко анализировала исследования Американской ассоциации Occupational Health Psychology, то есть как этот стресс и постстрессовое состояние влияет в разных профессиях, особенно медиков. Ну, кстати, вы знаете, ведь исследований, вот был конгресс психологический в этом году, в мире, в онлайн, конечно, исследований глобальных по ковиду не так много, потому что еще не так много времени прошло, но социальные психологи тоже исследуют ковид, причем на уровне личности, на уровне групп, межгрупповые и так далее. Не говоря о клинических, которые говорят о когнитивных нарушениях личности во время заболевания. Да, может быть, к этому еще вернемся, но так концептуально, сейчас, Валерий Евгеньевич, тоже подключу к нашему разговору, вот какие-то итоги уже можно от набора на новый учебный год, будем надеяться, что он пройдет с меньшими ограничениями, чем предыдущие. Какие тенденции, что вообще есть на примере? Балтийская международная академия в эту приемную кампанию, вообще-то, как ни парадоксально, несмотря на то, что имеют место всякого рода негативные социально-экономические тенденции, набрала приблизительно на 18-19% больше, чем в прошлом году. Несмотря на то, что нам, как частному вузу, теперь запрещено обучать на русском языке, и мы потеряли огромное число студентов из Узбекистана, Казахстана, России, Украины. То есть, это реальные деньги не только для вуза, но и для государства, где там налогов. Естественно, и самое главное, эти студенты никуда не делятся. Знаете, где они? Где они? Они в Литве и в основном в Кауновском государственном университете. И неужели они там учатся на литовском, позволю себе? Нет, они учатся, естественно, на русском. Более того, даже государственные вузы Литвы реализуют программы на русском языке. И ничего страшного не происходит. И ничего страшного не происходит, кроме того, что они увеличивают экспорт своего высшего образования, увеличивают своё влияние, свои контакты с другими странами мира. Это есть мягкая сила такая, да, в хорошем смысле этого слова. Тем более, что это мягкая, но очень сильная сила, потому что психика наша такова, что если мы заканчиваем образование в какой-то стране, то и потом даже из неё уезжаем, и даже до конца жизни мы помним, это у нас светлое пятно и так далее. Я в этом много раз убеждался даже в далёких американских странах, когда вдруг встречал выпускников Кига, которые, так сказать, уже всё забыли, занимаются совсем не тем, но помнят любимый институт, Ригу, Латвию, и, естественно, предельно позитивно к ней относятся. Поэтому это большие потери и экономические, и такие социальные, и прочее, прочее. Ну, наверное, преподавательские, потому что преподаватель, знаете, как хороший тренер, должен постоянно быть в тонусе, он должен преподавать. Если те преподаватели, которые десятилетиями в УЗ, у вас один из старейших в Латвии, я имею в виду после 90-го года, и те преподаватели, которые, не знаю, 30 лет читали лекции на русском языке, понятно, что они подготовлены, соответственно, получается, что этот навык пропадает, да? Вот без средневовки, если так можно сказать. Совершенно верно. Ну, вот, к сожалению, пока это имеет место. Хотя мы продолжаем бороться за то, чтобы всё-таки принципы автономии ВУЗов и академических свобод хоть в какой-то степени реализовывались, не говоря уже о правах людей и нацменьшинств на получение образования на родном языке и так далее, да? Вот есть какой-то, сразу спрошу такой пример, это не только, наверное, к психологии относится, это и к другим факультетам. Вот, допустим, какой-то светило, не знаю, Московский государственный университет, я знаю, что у вас обширные связи с ВУЗами и знаменитыми, в том числе, готов по онлайн прочитать лекцию, ответить на вопросы. Он может это сделать на русском языке, или вы должны рядом к нему представить переводчика? Вы знаете, в принципе, мы можем, как сказать, отдельные, наверное, но лекции вне программы, потому что, по существу, когда речь идёт о запрете на обучение, имеется в виду реализация курсов по какой-то программе подготовки конкретно. Конечно, да. Но, в конце концов, любая организация может пригласить зарубежного гостя, и он, как это принято в демократическом мире, выберет и так далее. Кстати, традиционно в западноевропейских, например, университетах язык выбирают не студенты, и тем более не чиновники, а преподаватели. То есть, он читает лекцию на том языке, на котором считает нужным. А уже проблема студента, понимает он, плохо понимает, переводит и так далее. Но, к сожалению, несмотря на вот эти негативные тенденции, мы действительно в этом году даже несколько неожиданно для себя набрали больше, чем в предыдущем. Не говоря вот и о языке, несмотря на то, что... Знаете, что происходит ещё? Появляются первые плоды вот тех усилий, когда школы ориентируют выпускников не только и даже не столько на продолжение обучения в ВУЗе, как на получение среднего, профессионального, специального образования. Ну, в этом тоже есть своя семерная правда, да? Ну, во-первых, на это есть социальный заказ. В общем-то, обществу нужны не только люди с верхним образованием, но и конкретные специалисты, да? Без этого никак, да. Продолжает иметь место тенденция, наметившая уже 3-4 года назад, когда среди выпускников школ вообще не только уменьшается число тех, кто собирается продолжить обучение в ВУЗе, но уменьшается число тех, кто собирается продолжить, тех, кто собирается делать в Латвии. То есть, другими словами, всё больше уезжают учиться за рубеж. Ну, может быть, сейчас пандемия чуточку притормозила этот процесс? Ну, хотя бы замедлило, я бы сказал так. Но общая тенденция... Варбут, мэйби, как говорят, да. Вот, Данииловна, может быть, такой вопрос, который хотел вам задать. Может быть, ещё этому способствовало подача заявлений на психолога понимание, что, ну как, это ведь ещё и долгосрочное обучение, сейчас же сертификация происходит, я так понимаю, да? И по существу полноценный психолог – это тот, который закончил не только бакалавра, но и магистра, да? То есть, и вы можете предоставить эту, не знаю, эту цепочку, да? Да, да, совершенно верно. Мы традиционно реализовывали модель 4 плюс 2, то есть профессиональная бакалаврская программа плюс магистратура. То есть профессиональная магистратура всё-таки это 4 года. Это было в прошлом, но в связи с тем, что мы получили аккредитацию новая наша модель 3 плюс 2, то есть академический бакалавр, соответственно, и профессиональная магистратура. Но в соответствии с профессиональным стандартам психолога законов, психологов появились направления, такие как, допустим, психология труда организационная, психология здоровья клиническая, там, милитарная психология, юридическая. И каждый из вузов в Латвии, которые готовят психологов, он как бы концентрируется на той иной области. У нас... Может, и нельзя всё объять, не объять. Да, да, но и есть другие возможности для того, чтобы реализовывать. Нужно иметь специалистов, которые могли бы это направление реализовать качественно. И мы у нас, как бы, заканчивая магистратуру, на выходе получаем квалификацию психолога и степень психология, но в области организационной психологии и психологии труда. Вот это наша особенность. Я хочу сказать, что традиционно мы занимались этим, но сейчас более глубоко, более точно мы смотрим на практическую выучку, потому что в связи с тем, что 3 года, и получаем базовое образование, хотя имеем свою специфику, свою идентичность в магистратуре, сейчас очень много практик, очень много практик. Вот это очень важный вопрос, потому что, особенно когда всех отпали на удалёнку, как, я так понимаю, что невозможно заниматься практической психологией виртуально, да? Ну, вы знаете, находим разные случаи, договариваемся и в онлайн. Кстати, я хотела сказать, что несмотря на то, что это был вызов, вот это онлайн-обучение, наши преподаватели как-то очень быстро включились в это, у нас есть система онлайн, Big Button, в которой мы работаем, и мы защиты проводим в онлайн, и даже некоторые практические занятия. Объясняется тем, что ещё 20 лет назад мы стали готовить так называемые курсы-конспекты. То есть каждый преподаватель готовил основные теоретические положения своего курса, вопросы там семинара, как сказать, дополнительные вопросы, экзаменационные и так далее. И это мы тиражировали сначала на бумаге. Но это был контент, который потом лёг в основу, в общем-то, цифрового обучения. Так что вот эту трудоёмкую работу у нас было в значительной степени уже сделано. Осталась только технология. То есть как этот контент эффективно вкладывать в создание обучения. Но вы помните, Валерий Евгеньевич, мы ведь ещё проводили телемосты, когда в филиалах у нас технология тоже была отработана. В силу того, что у нас 7 филиалов. И мы всегда исповедовали то, что ведущую профессуру должны винить не только студенты Риги, но и студенты любых даже самых отдалённых филиалов. А ездить в 7 филиалов физически мы не могли. Был период, когда у нас были филиалы в Литве, ещё в Эстонии. Там 3, и там 2, и так далее. Поэтому мы очень давно стали использовать систему телемостов, когда лекции, которые читаются в Риге, транслируются во все филиалы в режиме онлайн. И когда у студентов филиала тоже есть возможность не только видеть и слышать преподавателя, но и задавать вопросы, свои комментарии. Вот это хорошо, что вы упомянули филиалы. А какова ситуация по набору в филиалах? Ну, в Риге вы уже сказали. А в филиалах тенденция скорее наоборот. Там количество обучающих постепенно падает. И это опять характерно не только для Балтийской международной академии, но и для тех вузов Латвии, других вузов Латвии, у которых есть филиалы в республике. А почему падает? Есть какие-то объяснения? Ну, вы знаете, ну вот, например, среди наших, как сказать, семи филиалов в пяти более-менее набор прошел. Наиболее успешно, например, в Леопаре. Хотя традиционно за многие годы существования наших филиалов, самый большим филиалом у нас всегда был Даугав Пилс и всегда больше всего набирал студентов. Ну, вот такая социально-экономическая ситуация, по-видимому, на местах меняется. Это приводит к тому, что... Вот возвращаясь к психологии, которая, если так можно сказать, в таком негласном конкурсе победила по темпам набора студентов. Я так понимаю, что, во-первых, еще студенты, ну, по разным причинам бывают, там, не знаю, семейные обстоятельства. Если мы говорим, иностранных студентов поздно подъехал, там, не определился и так далее, еще могут, наверное, подать заявки, да, я так понимаю? Да, да. Еще, как говорят, можно сесть в последний вагон отходящего поезда, но, в принципе, значит, имеющий школьный аттестат, мы их ждем на программу первого уровня и на бакалаврские программы. Имеющих бакалаврские программы, мы ждем на большое число наших магистических программ, включая психологию. А вот вы сказали первого уровня, все-таки поясните, не все радиослушатели так вот хорошо знакомы с этой градацией. Это тоже, конечно, дипломом о высшем образовании. Ну, первый уровень, да. Ну, первый уровень, да, двухлетнее обучение. Можно плавно его продолжить потом до бакалавриата и получить бакалаврский диплом, да. Так вот, но, кроме, мы ждем не только тех, кто имеет школьный аттестат для того, чтобы они учились по программе первого уровня или поступали на бакалаврскую, но и тех, у кого есть уже бакалаврский диплом, но в силу того, что в Латвии несколько лет назад поменялся стандарт, и если раньше, например, человек, имеющий диплом бакалавра по психологии, получал квалификацию психолог, то сейчас только ассистент психолога, а психолог… А сейчас уже не ассистент, а просто академический бакалавр. Академический, вот мы о направлении исследования психологии мы тоже поговорим. Сейчас, наверное, мы должны, я так понимаю, прерваться буквально на пару минут. Короткая пауза, не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы слушаете Радио Балткома В Латвии. Вот, Ирина Даниловна, вот если мы вообще говорим о психологии как науке, насколько она вообще развивается, да, потому что, помните, это знаменитое высказывание из фильма «Форма любви», что голова предмет темный и исследование не подлежит вообще, да, я так понимаю, уже давно подлежит, да. Совершенно верно. И хотела, позвольте отреагировать на ваш вопрос. Я хочу сказать, что вот проведя учебный процесс, у нас многолетняя тенденция на научную составляющую студентов, магистрантов, преподавателей обращать особое внимание. Особенно последние шесть лет мы интенсивно, очень интенсивно этим занимались. И, наверное, это связано с тем, что в отличие от других направлений исследований Латвийского университета, у нас есть своя ниша, как бы своя идентичность, отличающая от направлений исследований других вузов. На уровне бакалавра мы даем знания экспериментальных методов, имплицитных методов исследования, мы изучаем неосознанные компоненты психики. А на уровне магистров уделяется уже внимание практическим навыкам разработки этих методов, которые мы реализуем и в психологии здоровья, и в психологии транспорта, и этнические, и кросс-культурные исследования проводим, и так далее, так далее. Но это, как бы, есть на этого основания хорошая база, это у нас есть лаборатория нейрокогнитивных имплицитных процессов, которая оборудована современными технологиями для проведения этих исследований. А, то есть вся аппаратура есть, да? Аппаратура, это энцефалограф, это Е-прайм-2, и студенты. Довольно дорогие. Дорогие, да, и мы можем проводить исследования. Я дергаюсь именно по этому поводу, только в течение последнего года вложено где-то порядка 30 с половиной тысяч в приобретение дополнительного оборудования, не основного. Дополнительного оборудования. То есть это нужно, в принципе, да? Это нужно, потому что практикуми студентов мы проводим, мы, у нас магистрские защищаются, причем магистранты поступают в докторантуру других университетов и продолжают это направление, но руководители являются преподаватели наши. И, ну, чтобы было ясно, допустим, мы изучаем неосознанные установки людей. Ну, что это, к примеру, чтобы людям было понятно? Обычно есть методы, допустим, поведенческие, допустим, есть интервью или тесты, человек отвечает на вопрос, вопрос лоб мы апеллируем к сознанию, скажите, как вы относитесь к этому. Конечно, самоотчетные процедуры, они могут и косвенные, там, сложные тесты, мы косвенным путем узнаем, а здесь человек не знает, что измеряется. Слепую для него. Нет, есть специальный предъявляемый материал, он нажимает на те или иные, так сказать, кнопки на приборе, и мы активируем те неосознанные ассоциации, которые хранятся в разных отделах памяти. Это сложная методология, кстати, североамериканский подход к исследованию многих психологических явлений. Но в лаборатории мы не только изучаем, допустим, вашу установку по отношению к здоровью, или ваше отношение по отношению к жене вашей, или, там, я не знаю, проблема самоуважения. Это опасное исследование. Проблема самоуважения. Вы говорите, что вы не уверены в себе, а наши исследования показывают. Причем эти все меры во времени реакции проводятся и так далее. То есть это уникальное исследование. А вы вообще готовы? Да, и кроме того, в лаборатории мы это проводим вместе с энцефалографом, то есть с разными электроэнцефалогическими исследованиями. То есть такой некий междисциплинарный подход, который позволяет нам это представить и на конгрессах, и на конференциях, и так далее, и так далее. А вот вы готовы к тому, что студенты, может быть, первокурсники особенно, будут много задавать вопросов по влиянию на состояние людей психологически именно ковида? Ведь мы же, смотрите, сколько разных таких нюансов открыла вот эта вот пандемия. Во-первых, рушатся семьи, как это ни странно, казалось бы, находясь вместе длительное время в замкнутой пространстве. Нам говорили, что там частые встречи, там, не знаю, и плотное общение укрепляет семью. Тут мы видим совершенно обратную историю. Это одна тенденция. Вторая тенденция, то, что мы говорили, это выгорание. Третья тенденция, это такая агрессия, которая вызвана вот всей этой ситуацией. И, правда, когда люди выходят на улицу, это другой вопрос, не хочется в политику вас гонять. Но когда люди выходят на улицу, уже, в принципе, непонятно. Они протестуют против правительства, против вируса. Вот они хотят вирус заставить уйти. Я не знаю, что они делают. На кого они злятся? То есть и так можно продолжать, продолжать. Вот много приводить таких примеров. Вы готовы отвечать на эти вопросы, насколько это возможно? Ну, вы знаете, в вашем вопросе очень много нюансов. И они касаются очень важных сфер. То есть психологи должны осуществлять поддержку, если я правильно ваш вопрос уточнила. И, конечно, страх смерти очень серьезный страх. Поэтому мы как бы должны консультировать клиентов, принять правильное решение в отношении, допустим, делать вакцину или нет. Многие, ведь появилось конспирологическое мышление, вера в теорию заговора. Отсюда как бы люди выбирают эту форму. Почему? Потому что это имеет и позитивные последствия. С одной стороны, я могу опереться на кого-то и снять неопределенность, в которой я нахожусь. С другой стороны, если я говорю, что что-то натворили другие некие, то я приобщаюсь к группе, которая... Чувство как бы общности с другой группой всегда бывало во время землетрясений, предсказаний конца света и так далее. Но, в принципе, вот эти конспирологические вещи, они очень вредны, так как, как вы говорили, они связаны с социальным поведением. Это агрессия, насилие. Агрессия, насилие. Да, Валерий Евгеньевич. Ну, знаете, я попытаюсь чуть-чуть обобщить то, что говорит Ирина Даниловна. Видите, функции науки, любой, в том числе и психология, это описание, объяснение и предсказание тех федоменов, которыми эта наука изучает. Конечно. Ну, естественно, психология сегодня далеко не физика, я имею в виду по уровню своей научности. Не всегда фомула всё определяет. Ну, вот, знаете, психологи достаточно адекватно описывают психические федомены, весьма неплохо, хотя все по-разному объясняют их, но с предсказанием, ну, разве кто-то предсказывал вот этот наблюдаемый нами процесс схода мира с ума? Да, в той или иной степени, да. Поэтому, знаете, и всё это объясняет очень просто. Объект психологии, как науки, человеческая психика – чрезвычайно сложная динамическая система. Наиболее, значительно более сложная, чем мир неживой природы, которую изучает, допустим, та же физика в своём аспекте. Ну, конечно, да. Поэтому, знаете, у психологии большое и трудное будущее, в моём понимании, но видите, насколько она востребована. Вот почему всё-таки психология становится всё популярнее? Потому что, наверное, всё большее число живущих людей на Земле понимают, что вообще-то счастье не только вне нас, но внутри нас. Типа, хочешь быть счастливым – будь им. А, это вот замечательная фраза. Ведь мы же сейчас ещё, может быть, сойдёмся в том, что это совсем не обязательно, что это может быть желательно, что если человек получил диплом психолога, не зная, бакалавра или магистра, что он обязательно будет работать психологом. Ведь мы же знаем, что, во-первых, столько изменений в жизни происходит. Сейчас же есть такое выражение образования, ну, на русском языке так это переводится, образование на протяжении всей жизни. То, что раньше называлось переквалификацией, да, так сказать, сейчас это, по существу, вся жизнь – это переквалификация. Мы вряд ли можем себе уговорить, что я вот получу диплом и всю жизнь ничего не буду больше дополнять, только, так сказать, буду вот по этой специальности работать. Не правда ли, Валерий Евгеньевич, да? Нет, во-первых, статистика противоречит этому, очень значительное число людей в течение их жизни радикально меняют специальность, род занятий и так далее. Кстати, вот вы коснулись очень важный момент. Дело в том, что какое-то представление о психике индивида, о том, что такое социальная психология, хотя у социума нет психики, ну и так далее, вообще-то нужно всякому. Вот не случайно Балтийская международная академия, например, отличается от всех остальных вузов Латвии, например, тем, что у нас есть так называемый цикл общеобразовательных дисциплин, которые дают знания и навыки. На каком факультете учишься? Те, которые и универсальны, и инвариантны к специальностям. Вот, например, у нас есть логика, риторика. Для всех общая психология, социальная психология, социология, политология и философия. Для всех. Потому что, извините, кем бы ты ни был, юристом, дизайнером, Ну, если двух слов связать не можешь, то тогда извините, да. Во-первых, ты должен уметь быть доказателем и убедительным. Во-вторых, ты должен уметь адекватно оценить окружение. Адекватно оценить себя в этом окружении, что еще сложнее, да? Ну, совсем сложно, да. А вот для этого нужно представление о психике и отдельных людей, и социально-психологические представления. Поэтому, действительно, это весьма важно и значимо. А вот все-таки, если мы заговорили о психологии, Ирина Даниловна, вот выпускники, не только вашего вуза, вообще психологи. Хорошо, бакалавры, магистов, еще больше возможностей. Где вообще работают? В каких сферах? Если мы про Латвию поговорим. Да, конечно. Работают и в школах, и в детских садах. Ну, это школьные психологи, да? Работают наши психологи, организационные рекрутинговые компании. А, кстати, это большой пласт. Да, подбор кадров. Да, подбор кадров. И, конечно, в отделе управления персоналами компаний тоже разных. Кроме того, они работают в пенитенциарной сфере. Вот наши преподаватели, даже докторанты, имея там тему исследований, там, насилия, вот мы исследуем. Они работают в тюрьме, там, причем некоторые мои выпускники очень успешно. А также в милитарной сфере тоже такая сфера работают. То есть все, что связано с военными, да? Да, да, совершенно верно. В департаментных образованиях имеют свои центры психологические тоже. Кстати, я совсем не упомянула, уже год назад, как мы организовали в Балтийской академии, центр психологического консультирования, как поддерживающий такой, для всех студентов, у которых возникают проблемы и так далее. Ну и не только для студентов, но и для всех, да, нуждаются, и даже внешних людей. Например, мы находимся в районе, где довольно большое число пенсионеров, причем, которые, как говорят, ниже черты, да? Да. И там тоже… То же вы оказываете психологическую помощь, да? Ну и психология, все перечисленные рабочие места еще дополняются тем, тем, что очень многие работают мужьями и женами. А для межличностных семейных отношений психология тоже есть по-полезному. А, кстати говоря, да, это всегда пригодится. Вот интересно, что еще, может быть, ну, не знаю, 10-12, там у нас больше. Помните, вы приходили в наш эфир и говорили о том, что действительно, несмотря на обилие вузов в Латвии, ну, кто-то, можно сказать, много, кто-то мало, такое понятие относительное, тем не менее, вот этот процент получающих высшее образование, ну, по отношению к общему численности населения, в Латвии один из самых высоких, там, в Европе иногда мы даже чуть ли не в лидерах были одни и лидеры в мире. Сейчас, я так понимаю, тенденция все-таки меняется. С чем это связано, на ваш взгляд? Ну, вот, знаете, ну, вот с большим социальным заказом на специалистов среднего уровня. Большим заказом, потому что, в общем-то... Ну, то есть, вы имеете в виду, что все очень хорошо, но нам нужны, естественно, слесари, сантехники, электрики, там, токари, сварщики и так далее. Совершенно верно. Так, чтобы совсем по-простому, да? Совершенно верно. Но сегодня-то слесари, сантехники, электрики выполняют настолько сложные функции, потому что многое автоматизировано, аппаратура сложная и так далее. Абсолютно. На современном производстве они в красивых, так сказать, спецодежде чистенькой кнопочки нажимают. Я утрил, но общий слесарь, да. Для того, чтобы что-то понимать под поднятым капотом в автомобиле, нужно очень много знать. А вот это интересно, вот вы сказали, все-таки, ладно, сейчас пандемия, конечно, внесла свою коррективу. Я помню, в предыдущие годы до этой вирусной атаки, я бы так сказал, приходили абитуриенты к вам, ну, выпускники 12-го класса, на дне открытых дверей вы там задавали разные вопросы, что пытаясь хотя бы понять подготовку в школе и так далее, знаменитый вопрос, я до сих пор помню, когда вы говорили, ну, объясните мне, вот вы, выпускники, через 5 минут, там, 12-го класса, почему кусок железа, значит, тонет, а корабль, сделанный из этого же металла, плавает очень даже хорошо, да. Ну, и этот вопрос, казалось бы, простой для выпускника 12-го класса, ставил большинство абитуриентов в тупик. Вообще что-то меняется, вот на ваш взгляд, как подготовка в школе, я понимаю, что еще нет результата вот этого виртуального обучения, это следующая беда, с которой вузы столкнутся, может быть, еще через год-другой, да, вот как последствия. Ну, вот ваше ощущение. Значит, речь вот еще войдет. Информацией можно владеть на разных уровнях. Самый элементарный уровень знаний. Знаю означает способенно, осмысленно и образно воспроизвести полученную информацию. Школы часто большие задач себе не ставят. Марья Ивановна на одном уроке рассказывает, на другом спрашивает, и тот, кто лучше перескажет, ближе к тексту, тот, значит, способнее. Учителя, да. Ну, да, понимаешь? Но кроме уровня знаний имеется в виду еще уровень навыка, умений. Понимание, да. Да, программ деятельности. Понимание. Что такое понимание? Вообще это реконструкция смысла, который заложен там в текст, или понимание явлений. Так вот, вы знаете, со знаниями все в порядке. В силу того, что лавинообразно растет поток информации, в этом потоке информации растет и количество знаний. Знание – это истинная информация. А есть еще фейк. Да, это его величество фейк. Понимаете? И его доля, похоже, все время увеличивается. Растет и абсолютная величина, и доля среди всей информации. Так вот, надо учить истинным знаниям. А истинное знание дает наука. Поэтому на флаге Болонского процесса написано, что обучение в университетах должно быть основано на данных современной науки. Понимаете? И вот с этим-то, с пониманием и, самое главное, с научной грамотностью, дело обстоит по-прежнему печально, на мой взгляд. Вот много знаю, но мало что по большому счету понимаю. Знаю закон Архимеда, но не понимаю, почему корабль плавает, а кусок железа тонет. Это, кстати, да, очень хорошо. Не понимаю. Не понимаю, да. И Google тут не поможет, если человек не понимает. И, знаете, это большая трагедия. Трагедия потому, что успешно практически можно применить только то знание, которое понимаешь. Если не понимаешь, уже не применишь, да. Совершенно. И еще одно изсложнение, но уже касательно образования. А научить пониманию может только тот, кто сам понимает. Да, это замечательно. Помните, как в том анекдоте, что первый раз объяснял – не поняли. Второй раз объяснял – не поняли. Третий раз объяснял – сам, наконец, понял. А они так и не поняли. Вот действительно научить пониманию может только тот, кто сам понимает. Если человек не понимает, он даже не понимает того, что он не понимает. Вот, Ирина Даниловна, может быть, в завершении, фактически, с того, с чего мы начали. Все-таки, вот если мы говорим о будущих психологов, вот к вам приходят студенты, ну, все-таки у вас большой педагогический опыт, мотивированные, потому что было же, помните, особенно в 90-е годы, такое представление, что, ну, диплом нужен. Иногда даже они не могли объяснить, а вот зачем, собственно говоря. Ну, нужен, ну, бумага нужна. Мотивированы студенты? Мотивированы. То есть, требуют от преподавателя знания, лекции и так далее. Не только зачеты, что поставили, да? Конечно, несомненно. Люди ценят время, люди ценят деньги. У нас платный ВУЗ, который они платят. А, соответственно, я могу сказать, что я была вчера даже поражена, удивлена, когда в приемной комиссии встретила студента, который просто объяснял, почему он пришел и как он будет служить обществу, какая социальная ответственность возникла. Это вы на первом курсе, фактически. На первом курсе. Вот только я была совершенно приятно поражена, что, если мы раньше говорили, а давайте на первой лекции, а почему вы вообще психологи? Что вас побудило? Модная профессия, собственный интерес. Он сказал, обществу надо помощь. На каждом шагу психолог теперь нужен. Я вчера, когда услышала от обитриента, вот я на ваши вопросы... То есть, вы были довольны, да? Я была очень довольна. Ну, это налагает и на вас определенные, как бы, новые... Конечно, несомненно. Не просто вот вещать, условно говоря, да? Несомненно. Они требуют, ну, как требуют, нужно говорить... Во-первых, мы осваиваем новые технологии информационные, и сейчас много интересных веб-семинаров проходит, которым мы обычно даем ссылки на эти семинары. Кстати, позвольте сказать, что в этом еще про то, что вот у нас была конференция большая весной, в мае месяце «Современная психология, теория практики», где в онлайн участвовали несколько стран, пять стран, в том числе и Соединенные Штаты, и Израиль, и Украина, и Москва, и Польша. Но участвовали не только преподаватели, но и студенты. Студенты вторых, третьих курсов из разных стран. Вот мотивация студентов была очень высокая, и результат был очень интересным. Были и мастер-классы, были и лекции, и так далее, и так далее. Поэтому это дополнительный резерв, когда мы можем мотивировать студентов и первого курса, и второго, и третьего. В общем, общаться в большом, с разными странами, обмениться колоссальным опытом. То есть как бы онлайн – это для межличностного контакта как бы проблема, не должно быть такой дистанции, но для информации обмена – это великое чудо, доведеть всех из разных стран одновременно, спорить, обсуждать проблемы современной психологии. Ну и, кстати, из разных стран, это вопрос об иностранных студентов. Все-таки они у вас есть, несмотря на то, что, Валерий Евгеньевич, несмотря на то, что нет возможности сейчас преподавать на русском языке, я так понимаю, что английские направления, вот эта вот программа востребована, да? – Да. Весьма востребована. – Спасибо большое, Евгений Евгеньевич Никифоров, Ирина Даниловна Плотко у нас были в студии, и два профессора. Большое спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Радио Болтком – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.